Глава шестая Разорен, ограблен, погиб. Фредерик продолжал сидеть на скамейке, ошеломленный ударом. Он проклинал судьбу. Ему хотелось кого-нибудь прибить. Он приходил в еще большее отчаяние от того, что чувствовал себя обиженным, обесчищенным. Ведь он воображал до сих пор, что отцовское состояние будет со временем приносить тысяч пятнадцать годового дохода и дал это понять супругам Арну. Теперь его сочтут за хвостуна, мошенника, отъявленного плута, который втерся к ним в надежде на какие-то выгоды. А госпожа Арну? Как теперь встретиться с нею? Впрочем, это немыслимо, раз у него всего лишь три тысячи годового дохода. Ведь не может он вечно жить на пятом этаже, иметь в услужении только привратника и целый год ходить в жалких черных перчатках, побелевших на пальцах, в просаленной шляпе, в одном и том же сюртуке. Нет, нет, ни за что! А между тем жить без нее невыносимо. Правда, многие не имеют никакого состояния, Деларье в том числе. И ему показалось малодушием, что он придает такую важность столь ничтожным обстоятельствам. Нужда, быть может, во сто крат умножит его способности. Мысль о великих людях, работающих в мансардах, окрылила его. Госпожу Арну с ее возвышенной душой подобное зрелище должно тронуть. Она умилится. Пожалуй, эта катастрофа в конце концов окажется счастьем, подобно землетрясениям, благодаря которым обнаруживается сокровище. Она вызовет к жизни скрытые богатства его натуры. Но во всем мире есть только одно место, где могут их оценить — Париж. В его представлении искусство, наука и любовь, эти три лика божества, как сказал бы Пелерен, расцветают в столице. Вечером он объявил матери, что вернется в Париж. Госпожа Муро была удивлена и возмущена. Это безумие, нелепость. Лучше бы он послушался ее советов, то есть остался с нею, начал службу в конторе. Федерик пожал плечами полноте и решил, что такое предложение для него оскорбительно. Тогда добрая женщина прибегла к другому способу. Тихо всхлипывая, она вкратчивым голосом стала говорить о своем одиночестве, о своей старости, о жертвах, принесенных ею. Теперь, когда она так несчастна, он ее покидает. Потом, намекая на близость своей смерти, сказала, боже мой, потерпи немножко, скоро ты будешь свободен. Эти жалобы повторялись раз двадцать в день целых три месяца. В то же время приятности домашней жизни подкупали его. Федерик наслаждался мягкой постелью, полотенцами, на которых не было дыр, и обессиленный, лишенный воли, словом, побежденной страшной силой кротости, позволил отвести себя к мэтру Пруараму. Он не выказал там ни знаний, ни усердия. До сих пор на него смотрели, как на молодого человека с большими задатками, как на будущую гордость департамента. И все были разочарованы. Первое время он говорил себе, надо сообщить госпоже Арну. И целую неделю обдумывал письма, полные дифирамбов и коротенькие записки в стиле лапидарном и возвышенном. Его удерживала боязнь признаться, какое у него положение. Потом он решил, что лучше написать ее мужу. Арну знает жизнь и поймет его. Наконец, после двухнедельных колебаний, он решил, да что там, мне больше не видаться с ними. Пусть забудут меня. По крайней мере, я не уроню себя в ее мнении. Она подумает, что я умер. Пожалеет обо мне. Быть может. Так как крайние решения не стоили ему большого труда, он дал себе клятву никогда больше не возвращаться в Париж и даже не справляться о госпоже Арну. А между тем, он жалел решительно обо всем, вплоть до запаха газа и грохота амнибусов. Он вспоминал каждое ее слово, тембр ее голоса, блеск глаз и, считая себя конченным человеком, не делал ничего, решительно ничего. Он вставал очень поздно, смотрел в окно на проезжавшие мимо вазы. Особенно скверно чувствовал он себя первые полгода. Все же выдавались дни, когда его охватывала злоба на самого себя. Тогда он уходил из дому. Он шел по лугам, которые зимой наполовину затоплены разливом сены. Их разделяют ряды тополей, то тут, то там подымается мостик. Он бродил до вечера, ступая по желтым листьям, вдыхая туман, перепрыгивая через канавы. По мере того, как кровь сильнее стучала в висках, его охватывала неистовая жажда деятельности. Ему хотелось стать охотником в Америке, поступить слугою к восточному паше или матросам на корабль. Свою меланхолию он изливал в длинных письмах к Деларье. Тот из кожи лез вон, лишь бы пробиться. Молодушное поведение друга и его вечные жалобы казались клерку нелепыми. Вскоре их переписка почти сошла на нет. Всю свою обстановку Фредерик подарил Деларье, который продолжал жить в его квартире. Мать время от времени заговаривала на эту тему. Наконец он сознался, что подарил мебель, и мать стала бронить его. Как раз в это время ему принесли письмо. — Что с тобой? — спросила она. — Ты весь дрожишь? — Что со мной? — Да ничего, — ответил Фредерик. Деларье сообщал ему, что поселил у себя сыны Каля, и они уже две недели живут вместе. Итак, сыны Каль прибывают сейчас среди вещей, связанных с читой Арну. Он может продать их, подвергать их критике, шутить. Фредерик почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Он ушел к себе в комнату, ему хотелось умереть. Мать позвала его. Ей надо было посоветоваться относительно каких-то насаждений в саду. Этот сад, рот английского парка, был разделен посредине изгородью. Одна его половина принадлежала дядюшке Рокку, у которого на берегу реки был еще и огород. Соседи, находившиеся в ссоре, избегали появляться в саду в одни и те же часы. Но с тех пор, как вернулся Фредерик, господин Рокк чаще стал гулять там и не скупился на любезности. Он сочувствовал сыну госпожи Моро, которому приходится жить в маленьком городке. Однажды он ему сказал, что господин Домбрюс о нем спрашивал. В другой раз он стал распространяться о шампании, по обычаям которой титула переходит к детям по женской линии. В ту пору вы были бы знатным господином, ведь ваша матушка – урожденная Дефуван. И право, что не говори, а имя кое-что дозначит. Впрочем, – прибавил он, лукаво глядя на него, – все зависит от министра юстиции. Эти притязания на аристократизм удивительно противоречили всему его облику. Он был мал ростом, просторный коричневый сюртук нарушал пропорции его туловища, удлиняя его. Без фуражки у него было совсем бабье лицо. Нос необычайно острый. Желтые волосы напоминали парик. Кланялся он при встречах очень низко, а на улице держался поближе к стенам. До пятидесяти лет он довольствовался услугами некой Катрин, родом из Лотарингии, его ровесницы. Лицо у нее было изрыто оспой. Но в 1834 году он вывез из Парижа красавицу-блондинку с глазами, как у овцы, и царственной осанкой. Вскоре она стала важно разгуливать с огромными серьгами в ушах. А после рождения дочери, записанной под именем Елизаветы Олимпии Луизы Рок, все стало ясно. Катрин, с недаемой ревностью, думала, что возненавидит ребенка. Но нет, она полюбила эту девочку. Окружила ее заботами, вниманием, ласками, чтобы занять место матери и восстановить против нее малютку. Впрочем, это не стоило большого труда, ибо госпожа Элеонора совершенно забросила дочь, предпочитая болтать со своими поставщиками. На другой же день после свадьбы она побывала с визитом в доме супрефекта, перестала говорить служанкам «ты» и решила, считая это хорошим тоном, держать девочку в строгости. Она сама присутствовала на уроках. Учитель, старый чиновник из мэрии, не знал, как ему быть. Ученица бунтовала, получала пощечины, а потом плакала на коленях у Катрин, неизменно признававшей ее правоту. Женщины ссорились. Господин Рог заставлял их умолкнуть. Он женился из любви к дочери и не хотел, чтобы ее мучили. Она ходила в изодранном белом платье и кружевных панталонах, но в большие праздники ее наряжали как принцессу, назло обывателям, которые ввиду ее незаконного рождения запрещали своим малышам водиться с ней. Она жила одна в своем саду. Качалась на качелях, гонялась за бабочками, потом вдруг останавливалась посмотреть, как жук садится на розовый куст. Должно быть этот образ жизни и придал ее лицу смелое и в то же время мечтательное выражение. Она была такого же роста, как Марта. И Фредерик уже при второй их встрече спросил, вы мне позволите поцеловать вас, мадемуазель? Девочка подняла голову и ответила, пожалуйста. Но изгоредь разделяла их. Надо на нее влезть, сказал Фредерик. Нет, подними меня. Он перегнулся через ограду и, схватив ее подмышки, поцеловал в обе щеки, потом таким же образом поставил на место, это повторялось несколько раз, непосредственное, как четырехлетний ребенок, она, едва заслышав, что идет ее друг, бросалась к нему навстречу или же, спрятавшись за дерево, тявкала по собачью, чтобы его испугать. Как-то раз, когда госпожи Моро не было дома, он привел ее в свою комнату. Она открыла все флаконы с духами и густо напомадила себе волосы. Потом без стеснений улеглась на его кровать, но спать не собиралась. «Я воображаю, что я твоя жена», — сказала она. На следующий день он застал ее в слезах. Она призналась, что оплакивает свои грехи. А когда он пытался узнать, в чем она грешна, она, потупившись, ответила, — не спрашивай. Приближался день первого причастия. Утром ее повели исповедоваться. После этого таинства она не стала благоразумнее. Порой она впадала в ярость. Тогда, чтобы успокоить ее, за помощью обращались к Фредерику. Он часто уводил ее с собой на прогулку. Пока он, шагая, предавался мечтам, она собирала маки вдоль Нив. А если замечала, что он грустнее, чем обычно, старалась утешить его ласковыми словами. Его сердце, не знавшее взаимной любви, отозвалось на эту детскую привязанность. Он рисовал ей человечков, рассказывал разные истории и стал читать ей вслух. Фредерик начал с романтических анналов, знаменитого в ту пору собрания стихов и прозы. Потом, забыв о возрасте девочки, так он был поражен ее умом, он прочел ей Аталу, Сенмара, Осенние листья. Но однажды ночью, в тот вечер она послушала Макбета в незатейливом переводе Литурнера, Она проснулась с криком «Пятно! Пятно!» Зубы у нее стучали, она дрожала и, не отрывая испуганных глаз от правой руки, терла ее и повторяла «Все тоже пятно!» Наконец пришел врач и не велел волновать ее. Местные буржуа усмотрели в этом дурное предзнаменование для ее поведения в будущем. Пошли толки, что сын Моро готовит из нее актрису. Вскоре всеобщее внимание было привлечено другим событием, а именно приездом дядюшки Бартолеми. Госпожа Моро отвела ему собственную спальню и в своей предупредительности дошла до того, что в постные дни стала подавать скоромное. Старик оказался не очень любезным. Не было конца сравнения между Гавром и Ножаном, где, по его мнению, воздух тяжелый, хлеб скверный, улицы плохо вымощены, провизия неважная, а жители города лентяи. Что за жалкая у вас торговля? Он осуждал своего покойного брата за сумасбродство. То ли дело он. Ведь он нажил капитал, который дает двадцать семь тысяч ливров годового дохода. К концу недели он уехал и, уже садясь в экипаж, проронил малообнадеживающие слова. «Мне было отрадно узнать, что вы живете в достатке». «Ничего ты не получишь», — сказала госпожа Муро, возвращаясь в комнаты. Приехал дядюшка только по ее настояниям, и она всю неделю добивалась, слишком явно, быть может, чтобы он открыл свои намерения. Теперь она в этом раскаивалась. Она сидела в кресле, опустив голову и сжав губы. Фредерик, сидя против нее, следил за ней взглядом. Оба молчали, как пять лет тому назад, когда он приехал из Монтеро. Это совпадение, невольно пришедшее ему в голову, напомнило ему о госпоже Арну. В эту минуту под окном раздалось щелканье бича. Кто-то его позвал. Тут был дядюшка Рок, один в своей повозке. Он собирался провести целый день в Ла Фортель у господина Домброза и любезно предложил Фредерику поехать с ним. «Со мной вам не надо приглашения, не беспокойтесь». Фредерик охотно бы согласился. Но как объяснить свое окончательное переселение в Ножан? Не было у него и подходящего летнего костюма. Наконец, что скажет мать? Он отказался. С этих пор сосед делался менее дружелюбен, а Луиза подрастала. Госпожа Элеонора опасно заболела, и общение прервалось к великому удовольствию госпожи Морро, опасавшейся, что знакомство с подобными людьми повредит карьере сына. Она мечтала купить ему место в канцелярии суда. Фредерик не особенно сопротивлялся этому намерению. Теперь он ходил с матерью к обедне, по вечерам играл с нею в империал. Он привыкал к провинции, погружался в нее, и даже самая его любовь приобрела какую-то замогильную сладость, дремотное очарование. Свой скорбь он столько раз изливал в письмах, столько раз вспоминал о ней, читая книги или гуляя среди полей, и все окрашивая ею, что она почти иссякла. Госпожа Арну была для него теперь как бы покойницей. И он удивлялся, что не знает, где ее могила, такой тихой и умиротворенной стала его любовь. Однажды, это было 12 декабря 1845 года, кухарка часов в девять утра подала Фредерику письмо. Адрес был написан крупными буквами, незнакомым почерком, и Фредерик, еще сонный, неторопливо его распечатал. Наконец он прочел. Гаврский мировой судья, третий округ, милостивый государь, ваш дядя, господин Мороз, кончавшись, обинтестат... Он наследник. Фредерик вскочил с постели босиком, в одной рубашке, как будто за стеной вспыхнул пожар. Он провел рукой по лицу, не веря собственным глазам, думая, не пригрезилось ли ему все это, и желая убедиться, что не спит, распахнул окно. Выпал снег. Крыши побелели. Во дворе он заметил лохань для белья, на которую наткнулся накануне вечером. Он три раза подряд перечитал письмо. Никакого сомнения. Все состояние дяди. Двадцать семь тысяч ливров годового дохода. Бурный восторг охватил его при мысли, что он увидит госпожу Арну отчетливо, как в галлюцинации. Он узрел себя рядом с ней, у нее в доме. Он привез ей какой-то подарок, завернутый в тончайшую бумагу, а у подъезда его ждет тельбери. Нет, лучше двухместная карета. Да, черная двухместная карета со слугою в коричневой ливрее. Он слышит, как лошадь бьет копытом, а по звяхиванию уздечки сливается с нежными звуками их поцелуев. Так будет каждый день до бесконечности. Он станет принимать их у себя в своем доме. Столовая будет обита красным софьяном, будуар с желтым шелком. Всюду диваны. А какие этажерки! Китайские вазы! Какие ковры! Эти образы проносились столь стремительно, что у него закружилась голова. Тогда он вспомнил о матери и пошел к ней, не выпуская письма из рук. Госпожа Моро пыталась сдержать свое волнение, чуть не упала в обморок. Фредерик обнял ее и поцеловал в лоб. Милая матушка, ты теперь снова можешь купить экипаж. Улыбнись же, не надо плакать и будь счастлива. Через десять минут новость распространилась по всему городу до самых предместей. Поспешили явиться мэтр Бенуа, господин Гамблен, господин Шамбион. Все друзья. Фредерик убежал от них на минуту, чтобы написать де Ларье. Пришли новые гости. Всю вторую половину дня заполнили поздравления. За всем этим позабыли о жене Рокко. А между тем она была совсем плоха. Вечером, когда они остались вдвоем, госпожа Мороз сказала сыну, что советует ему обосноваться в Труа, заняться адвокатурой. В родных краях его знают лучше, чем в другом месте. Здесь он легче найдет себе богатую невесту. — Ну, это уж слишком! — воскликнул Фредерик. Не успело счастье прийти к нему, как его хотят отнять. Он объявил о своем твердом решении поселиться в Париже. — А что ты будешь там делать? — Ничего. Госпожа Мороз, удивленная таким тоном, спросила, кем же он намерен стать. — Министром, — ответил Фредерик. Он уверил ее, что нисколько не шутит, что он хочет пойти по дипломатической части, что к этому его побуждают и познания, и склонности. — Сперва он поступит в Государственный совет по протекции господина Домбрёза. — Разве ты с ним знаком? — Конечно. — Через господина Рокко. — Странно, — сказала госпожа Муро. Он пробудил в ее сердце давние честолюбивые мечты. Она отдалась им и ни о чем другом уже не заговаривала. — Фредерик, повинуйся он только своему нетерпению, уехал бы тотчас же. На другой день все места в дилижансе оказались проданы. Ему пришлось терзаться до следующего дня, до семи часов вечера. Когда они садились обедать, раздались три протяжных удара церковного колокола. Служанка, войдя в комнату, объявила, что госпожа Элеонора скончалась. Эта смерть, в сущности, ни для кого не была горем, даже для ребенка. Девочке это со временем могло пойти лишь на пользу. Так как дома стояли рядом, слышна была суматоха, доносились голоса. Мысль о трупе, который находится так близко от них, бросала на их расставание траурную тень. Госпожа Муро раза два-три вытирала глаза, у Фредерика сжималось сердце. Когда окончили обедать, к нему в дверях подошла Катрин. Барышня непременно хочет его видеть. Она ждет его в саду. Он вышел, перескочил через изгородь и, натыкаясь на деревья, направился к дому господина Рокко. В одном из окон второго этажа горел свет, из темноты появилась тень, и голос прошептал. Это я. Она показалась ему выше обыкновенного, должно быть, из-за черного платья. Не зная, с какими словами обратиться к ней, он только взял ее за руку и со вздохом сказал «Бедная моя Луиза». Она ничего не ответила. Она только посмотрела на него долгим, внимательным взглядом. Фредерик боялся опоздать на дилежанс. Вдали ему уже чудился стук колес, и он решил положить конец разговору. «Катрин мне сообщила, что ты хочешь что-то...» «Да, верно, я хотела вам сказать...» «Это вы удивила его?» Она умолкла, и он спросил «Ну что же?» «Да не помню». «Позабыла». «Правда, что вы уезжаете?» «Да, сейчас». Она переспросила «Сейчас?» «Совсем?» «Мы больше не увидимся». Ее душили рыдания. «Прощай. Прощай. Поцелуй меня». Она порывисто обняла его. «Сейчас». Редактор субтитров А.Семкин «На протяжении Продолжение следует...